Строительство перинатального центра ведется по программе губернатора региона Наша Подмосковья и деньги на его строительство и оборудование, почти 3,5 миллиарда рублей, полностью выделены из областного бюджета. В отличие от обычного роддома, центр будет обеспечен усиленной реанимацией, возможностью выхаживать недоношенных детей весом от 500 граммов и помогать беременным женщинам с патологиями. Медучреждение рассчитано на 150 мест в стационаре, а женская консультация сможет принять до 250 пациенток в день. В Щелковском районе вот такой комплекс по линии медицины, здравоохранения, это, пожалуй, за многие десятилетия единственный. Это объект, который жителям Щелковского района очень востребован, очень ожидаем. Он будет являться определенной точкой роста для вообще развития здравоохранения в нашем районе. Центр в Щелкове, так же, как и два других подмосковных перинатальных центра, которые сейчас строятся в Коломне и на Рафаминске, получат свою особую специализацию. В Щелковском перинатальном центре его будет курировать также маниак. Это наш московский областной научно-исследовательский центр, также высокого уровня, который занимается всегда сахарным диабетом. Женщины с тяжелой патологией, они также будут оказывать курацию этого перинатального центра. Здесь будет располагаться база маниага. И женщины с эндокринами и заболеваниями также будут здесь наблюдаться. По плану Минздрава Московской области в Щелково будут приезжать жительницы многих районов севера Подмосковья. Мы сейчас получаем объект, ну я считаю, что он ВИП-класса, полностью оборудованный, с прекрасными условиями. И конечно же мы ожидаем то, что потянутся сюда и захотят рожать здесь и не только жители Щелковского района Фрязи, не только нашего округа, может быть даже и Москву привлечь сюда рожать. Строительные работы планируется завершить до конца декабря. Из областного бюджета уже выделены деньги на эксплуатацию перинатального центра. Было принято решение уже о выделении средств изменений, мы внесли в бюджет областная дума, выделено 208 миллионов рублей на обеспечение деятельности новых учреждений здравоохранения, в том числе и Щелковского перинатального центра, чтобы уже здесь кипела работа, могли работать специалисты, административный аппарат, те медицинские кадры, которые необходимы для того, чтобы запустить как можно скорее объект в строй. Первые детишки в новом медучреждении должны появиться на свет весной будущего года. Сергей Дадыко, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».